Я находилась в аду. Еле-еле я даже думала о ней выше. Гусейна Бородиат поступила в больницу с 30-процентным поражением легких. Признается, что врачи буквально вытащили ее с того света. Сейчас она получает более 30 литров кислорода в минуту и чувствует себя гораздо лучше. Ужасное было состояние. Я такого еще не видела. Прошу людей беречь себя. Не подвергать себе этой опасности. Республиканские больницы работают на пределе. Урологический центр принимает больных коронавирусом с 11 июля. Уже с первого дня перепрофилирования все 86 больничных койк были заполнены. В реанимацию же поступают самые тяжелые пациенты. Нам пришлось перебазироваться с нашего типичного реанимационного отделения, которое на 4 койки сюда в операционный блок сделали под реанимационный. КТ-2, 3, в общем, обычно такие с поражением легких, с сопутствующими двухсторонными пневмониями. Там у кого какие осложнения, сопутствующие заболевания, сахарные диабеты, гипертонические болезни. Это все мы смотрим и, соответственно, выбираем таких больных, чтобы... Именно в реанимации? Именно в реанимации, да. По словам врачей, больных меньше не становится. Статистика такая, что ежедневно сюда поступают около пяти человек. Однако главная опасность третьей волны коронавируса в том, что состояние пациента ухудшается стремительнее, констатируют врачи. Пациенты тяжелее, конечно. Дело даже не в том, что, может быть, они такие же пациенты. В прошлом году мы также работали, но ухудшается резко. Может, в течение суток, полсутки, даже за 2-3 часа состояние пациента может ухудшаться. И поэтому чуткое наблюдение всех докторов, необходимое медицинского персонала за каждым. Врачи – это герои нашего времени. В красной зоне находятся те, кто, не жалея себя, пытается помочь заболевшим. По 8 часов в полной экипировке. Пациенты признаются, самое ценное, что они получают – это забота и внимание медиков. Врач, когда понимает, что такой больной, а больной чувствует эту заботу о себе. Когда вот это вот происходит, тогда и, иншаллах, у нас все будет нормально. Победим мы эту проклятую болезнь. У нас в Дагестане люди могли жить в мире в согласии, чтобы они, как сказать, чувствовали чужую боль. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Махачкала.